И всем привет, друзья! Меня зовут Лайтер, и добро пожаловать во вселенную Роблокса! Сегодня, друзья, мы вместе с вами продолжаем играть в Тавер Дефенс. И не просто Тавер Дефенс, а Мега Тавер Дефенс. Я сейчас вас веду в курс дела, и вы всё поймёте. Сейчас мы находимся в небольшом лобби, и давайте же скорее перейдём в стори-мод. Так будет гораздо-гораздо понятней. А также, друзья, я хочу вам напомнить, что в предыдущем ролике я себе открыл две новые башни. Вот так вот они выглядят за 600 долларов и за 300 долларов. Давайте с вами сейчас займём какую-нибудь свободную ячейку и скорее же начнём играть. А мне очень не терпится протестировать новые башни, потому что этих новых башен я не видел. И мне очень любопытно, что может делать башня за 300 долларов или за 600 долларов. Выбираем нормальный уровень сложности, потому что я не хочу, чтобы было слишком легко. Ну и я также не хочу, чтобы было слишком сложно. Сейчас, друзья, начинаем расставлять наши башенки. Смотрите, у нас всего баланс 500 долларов. Давайте поставим башенку за 300 баксов и посмотрим, насколько она будет эффективна. Ну, башенка или же защитник, он можно называть как угодно, но, наверное, конечно, правильнее называть защитник. Сейчас он выглядит вот таким вот образом. У него 17 урона и, в принципе, он должен справляться с нашими врагами. Также давайте попробуем поставить второго. Я вот не знаю, прям рядом ставить или нет. Сейчас посмотрим, сколько целей одновременно он бьет, одного или нет. И вы только посмотрите, он бьет сразу несколько целей. Это очень круто, поэтому обязательно ставим второго. И это просто что-то нереальное. Смотрите, какая классная у него анимация атаки. И что самое главное, он сразу бьет несколько целей. Насколько вы помните, кто смотрел предыдущий ролик, я два раза уже умудрился проиграть. То есть у меня мобы вот сюда проходили. И, соответственно, у меня было такое поражение. Но в этот раз я уже подучился немножечко. Я примерно понял, как играть, какую тактику выбрать. И смотрите, что у нас происходит. Эти вот ниндзя, которые пытаются пройти, просто-напросто погибают. Очень круто, очень хорошо справляются наши челики. Также за 250 долларов можно сделать улучшение. Давайте попробуем это сделать. Улучшаем. И у нашего гому, у нашего защитника уже становится 20 урона. А вот у первого, которого мы не улучшали, всего 17. Тем временем, какой-то чепушило решил все-таки пройти каким-то образом. Видимо, он настолько быстрый, что вот так вот пробежал. Ага, ага. И что с ним делать? Я, честно говоря, даже ума не приложу. Ну, наверное, пускай он проходит. Потому что ничего страшного в этом нет. У нас всего 200 жизней. И, ну, подумаешь, он нанес чуть-чуть урона. Ничего страшного в этом нет. Главное сейчас не пропускать следующих. Также мы можем поставить башню за 600 долларов. Но я сделаю это немножечко позже, как только накоплю денег. Мы можем пока что, наверное, еще третьего персонажика вот такого поставить. Чтобы прям было вообще убойно-убойно. Сделать так или нет, как вы думаете? Ну, давайте поставлю. Вот, наверное, только где-нибудь прям рядом нужно. Вот так вот сделаем это все дело. И теперь они втроем будут улупить наших противников. Наши противники выходят вот отсюда. Вот таким вот образом. Заламывают себе руки назад. Вот так вот смешно бегут. И они еще неожиданно не понимают, что их ждет. Смотрите, их встречает три таких крутых пацана. И они получают по голове камнем. В принципе, я считаю, что у меня защита пока что достаточно неплохая. Смотрите, оп. И сразу трое свалились на землю. Очень крутые персы. И нам нужно сейчас будет ставить персонажей за 600 долларов. То есть вот такого. Смотрите, какой он, да? Интересно посмотреть, что он вообще может. Потому что он стоит очень много. И сразу скажу, у него 26 единиц урона. Это очень много. Это прям, ну, пипец сколько. Поэтому мы с вами сейчас, друзья, накопим определенное количество монеток. И попробуем его поставить. Так, пока что все идет хорошо. Я думаю, что со временем, если я пройду этот тавер-дефенс, я уже смогу повысить себе уровень сложности. И, например, пройти это все дело на харде. Потому что на харде такое пройти будет гораздо-гораздо сложнее. Так, давайте попробуем поставить ледяного чувачка вот сюда. Я так понял, он у нас ледяной. И что он делает? Ё-моё, кажется, он замораживает. Смотрите, он постоянно так делает или нет? Нет, по-моему. Или как? Вау, вот это эффект. Что это такое? Ё-моё. Но это достаточно сильно. Он создает какую-то снежную бурю, которая наносит урон периодически. Смотрите. Вау, круто. Так, у нас сейчас идет мини-босс. С мини-боссом, я думаю, мы сможем разобраться. Так, я надеюсь, что он не пройдет. Тем временем мы продолжаем игру. Выпускаем новые волны. И босс просто-напросто не прошел. Здесь у нас творится просто какая-то выханалия. Вы посмотрите, это просто что-то с чем-то. И давайте, друзья, купим еще одного такого же персонажа за 600 долларов. Теперь они будут вдвоем наносить гораздо больше урона. Здесь просто какая-то супер снежная метель творится. Вот это вот эффекты. Такие классные. И я справляюсь с персонажами очень-очень хорошо. Если вы помните, в предыдущем ролике они у меня просто один за другим проходили. И я не мог ничего сделать. Ну, а сейчас вы видите сами прекрасно всю ситуацию, что происходит на карте. Можно, кстати, наверное, даже на крышу залезть. Сейчас я попробую это сделать. Опа. Ооо, я смог залезть на крышу. Вы только посмотрите, друзья. И с крыши мы уже можем наблюдать за тем, что происходит у нас на карте. Очень удобно, кстати. Очень необычно. По-моему, это прям супер классно. А также сейчас мы поднакопим денег, и мы с вами улучшим наших человечков. У меня сейчас 576 долларов. Хорошо. И кого мне улучшать, надо подумать сейчас. Можно, кстати говоря, вот здесь кого-то купить, чтобы он вот здесь стоял на всякий случай. Как думаете, стоит или нет? Ну, давайте сделаем. Почему бы и нет? Купим вот такого Йовай. Его зовут Йовай. Он у нас будет стоять здесь. И если все-таки кто-то умудрится пройти, то он с радостью сможет защитить вот эту вот местность. Так, давайте снова я залезу на крышу. Мне с крыши как-то интереснее наблюдать за всем тем, что происходит внизу. У нас вот сейчас идут какие-то мини-боссы. И эти мини-боссы просто с легкостью падают, друзья. Это просто фантастика. Серьезно. Так, еще какие-то идут мобы. Но это легкие. Они сразу будут умирать. У меня даже игра немножко подлагивает. Я в тот раз говорил вам, что эта игра очень требовательна. И она может чуть-чуть подлагивать из-за таких вот спецэффектов, которые здесь есть. Но, тем не менее, очень-очень интересно все сейчас происходит. У нас пока что только одиннадцатая волна. Мы можем здесь просто бегать, прыгать, как угодно. Ждать пока наши мобы справятся с вот этими вот врагами. Пока что там все у нас очень легко. Нам также дают бонусы за то, что мы быстро заканчиваем раунды. И это тоже, конечно, очень-очень хорошо. Так, спускаемся вниз. И что у нас тут? Ага. Так, теперь мы можем улучшить кого-то. Можем, кстати, вот даже их улучшить. Давайте, наверное, это сделаем. Вот этого персонажика мы просто возьмем и улучшим за 550 долларов. Вот этих, кстати, тоже надо улучшать, не забывать. Это, в принципе, тоже будет полезно. Так, вот этот сколько? 250 долларов тоже улучшаем. Они у нас становятся сильнее. Они кидают камни в противников. И мы раунды просто щелкаем, как орешки. Серьезно, сюда даже никто не может пройти. Ё-моё, вот это круто. Вот это реально классно. Так, на крышу. Давайте просто полазим по крышам. Посмотрим, что у нас тут. Господи, как подлагивает. Серьезно, это настолько требовательная игра, что у меня на суперкомпьютере она подлагивает. Друзья, я просто не представляю, что будет с телефонов. Капец. Это просто идут какие-то боссы, видимо, из-за них немножко лагает из-за того, что вот такие вот спецэффекты. Вот, кстати, с боссом я уже не уверен. Нет. А теперь я уверен. Смотрите, с ним точно справится. У него 25 жизней остается. И босса мы проходим на ура. Так, давайте, наверное, улучшим еще кого-нибудь. Вот этих вот мобов. Еще улучшим. За 600 баксов можно еще лучше сделать. Ну, давайте поднакопим. Мне очень интересно, что будет, если мы их улучшим. Так. Йоуай, 600 долларов у меня есть. Мы улучшаем. И 36 урона у нашей башни. Йоу-моё, это так много, друзья. Я уверен, что мы полностью сможем пройти этот тавер-дефенс. Немножко с лагами, но я думаю, это не страшно. Главное, что мобы умирают и умирают один за другим. Вы просто посмотрите, что происходит. Мини-боссы идут, и мини-боссам просто не выжить. Потому что у наших башенок очень много урона. Реально, смотрите, они почти сразу падают. Знаете, если бы я знал, я бы выбрал уровень сложности хард. Серьезно. На харде бы пытался это все пройти. Но я не знал, поэтому мы пока что проходим на нормале. Ну, на нормальном уровне сложности. И когда мы это пройдем, нам дойдут какую-то супер награду. Я думаю, что будет огромное количество опыта. И мы с вами сможем уже открыть третью ячейку для нашей башни. Так, давайте смотреть. Опять мини-боссы какие-то идут. Любопытно. Но они не пройдут, это точно. Жалко, нельзя здесь выпустить сразу все волны. То есть нажать кнопку, чтобы сразу все мобы вышли. Вот, такого, конечно, здесь нет. Мне очень много бонусов дают денежных за этих мобов. Это просто капец. Кстати, а что здесь в настройках? Подождите-ка. Если мы можем выключить графику, мы можем выключить... Так, что мы еще можем выключить? Эффекты мы, наверное, не можем выключить, да? Ну-ка, сейчас проверим, будет лагать или нет. Но теперь вроде как не лагает. Ну, хотя я вроде ничего особенного такого не нажал. Так, давайте-ка подразбираемся чуть-чуть. Все равно пока делать нечего. Мы пока с легкостью выигрываем. У нас нет никаких проблем и деньги мы копим очень легко. Так, авторан. Что такое авторан? А, постоянный бег. Это нам не нужно. Высокая графика нам не нужна. Дамаж индикаторы нам нужны. Ну, в принципе, как бы... В принципе, наверное, все настроили. И, кстати, заметили, у нас теперь не лагает. Хотя, по сути, это ничего не поменялось. Все те же снежные бури. И, ё-моё, сколько урона наносят наши башни, друзья. Это очень много. Давайте, наверное, улучшим еще вот этого. По-моему, до последнего состояния. Ё-моё, 48 урона у него сейчас. Вот сейчас идет босс. Но боссу точно не пройти. Вот прям без шансов. Смотрите, его просто сразу сбривают наши супер-башни. Ё-моё, так хорошо. Покупаем еще некоторые улучшения. Причем, как я понял, у нас всего два человечка таких стоит, которые снежные бури создают. Я думаю, что если бы тут стояло три или четыре, это капец, что было бы. Здесь, наверное, не продышать было бы. Это я вот просто бегаю здесь, еще понимаю, что происходит. Вау. Так. Интересно, какой будет последний босс? Вы знаете, во всех тавер-дефенсах, как я понимаю, не проблема защитить волны. Проблема пройти последнего босса. Потому что последний босс, как правило, идет очень-очень сильный. И какой он здесь будет, я, честно говоря, еще не знаю. Но я думаю, что я просто доулучшаю свои башни. И с таким количеством урона, я думаю, не сможет пройти никто. Так, улучшение у меня есть. Можно еще, кстати, вот этого улучшить. Давайте сейчас тоже так и поступим. Я только что видел, что тут босс какой-то шел. Он, по-моему, прям сразу упал. Да, надо было определенно брать уровень сложности повыше. То есть у меня сейчас нормал. Надо было брать хард. И посмотрели бы, как мы справились со всем этим на харде. Ну и плюс, если бы мы прошли хард, у нас бы награда была гораздо больше. Так, давайте. Я, наверное, в настройках сделаю, чтобы волны автоматически пропускались. Чтобы мне не приходилось каждый раз нажимать кнопочку ЕС. Теперь волны будут идти сами. Бесперерывно. Это, конечно, очень хорошо. Мы будем за это получать больше награду. И также это немножко сэкономит наше время. А тем временем давайте купим еще одно улучшение. Ага, отлично. Ё-моё, какие же сильные башни. Я и подумать не мог. В прошлом ролике я просто-напросто умирал. Реально. Умирал от того, что эти мобы проходили вот здесь. Но сейчас, мне кажется, я уже научился играть. И у меня получается просто прекрасно. Пока что никто вообще, никто не смог пройти. Так. Боссы пошли какие-то. Глядите. Мы, кстати, с вами попозже еще новые башни откроем. Нам там дадут монетки. Мы поролим с вами и откроем новые башенки. У нас сейчас, друзья, осталось две волны. И сейчас пойдет босс. Реально. Сейчас будет жестко. Я уверен, что на 25-й волне будет какой-то супер-босс. Блин. Ну, я надеюсь, я не завалюсь. Так. Улучшим еще вот это. И давайте, наверное, до самого конца улучшим вот эту башенку. Вот эту башенку. То есть до 5-й звезды. Тысяча сколько там? 1050 долларов всего нужно. И остается всего лишь две волны, друзья. Ё-моё. Что сейчас будет? Давайте смотреть. Мне интересно, какой босс будет последний. И сколько у него будет жизни. Тоже интересно. Все. У нас идет сейчас 24-я волна. И 25-я это будет супер-босс. Ну, пока что вот тут обычный босс выбегает. Ну, как бы хорошо. Это не проблема. Ух, да. Ну и снежные бури. Давайте на крышу залезем. Так, ну-ка, где крыша? Вот так я залезал. И посмотрим с крыши, что у нас происходит. Ну, просто снежная какая-то буря и ничего более. Так, давайте-ка я, наверное, переберусь сюда. Стоп. Ага. Наверное, лучше вот так как-нибудь. Да, блин. Как залезть-то на эту крышу? Сейчас проверим. На забор сначала, наверное, надо. Ага. Вот сюда. Отлично. И сюда. И вот отсюда будем наблюдать. Сейчас пойдет 25-я волна. Так, улучшим обязательно вот этого вот человечка. Улучшаем. У него 94 урона. Это очень много. Этого мы тоже можем улучшить. Давайте сделаем это. И сейчас с вами залезаем на крышу. И с крыши будем наблюдать, что будет происходить с самым финальным боссом. Какого размера он будет, сколько у него будет жизни и что вообще произойдет. Так, я вот тут, наверное, встану. И вот так вот будем следить. Все? Босса не будет? Серьезно? Мы просто прошли этот тавер-дефенс? Вау! Босса не будет. Я думал, босс появится, но его нет. Очень странно. Что ж, друзья. Этот тавер-дефенс мы прошли. Дальше нам остается только повышать уровень сложности. Ну и также покупать новые башенки. Что ж, это я уже сделаю в следующем ролике. Только, ребята, дайте, пожалуйста, знать. Если вам понравился этот ролик и понравился этот тавер-дефенс, обязательно поставьте лайк на этот видосик. Подпишитесь на канал, если не подписаны. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это очень важно. Я скоро выпущу что-то, кое-что интересное и грандиозное. Ну и также напишите комментарий, понравился ли вам этот ролик и хотите ли вы еще тавер-дефенсы. Ну на этом я с вами прощаюсь. Меня звали Лайтер. Всем хорошего настроения и пока.